МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши корреспонденты добавили зелёных красок в окружающую среду и посадили свои деревья. Настроение просто огонь. Ядем сажать деревья сегодня. Всё будет круто, я думаю. На акцию наш лес посади своё дерево, как на праздник. Субботнее утро началось для люберчан с путешествия на просторы Малаховского лесничества. Пока активисты коротали время в автобусах, их земляки уже взяли в руки инвентарь и вышли на улицы округа, чтобы сделать их зеленее. В конце лета в Люберцах стало ещё на одну пешеходную зону больше. Вместе с ней жители получили площадку для выгула собак, лавочки, урны и многое другое. Теперь пришло время её озеленять. Самая масштабная высадка развернулась вдоль пешеходной зоны на Смирновской. 4400 кустарников барбариса, 60 деревьев клена и каштана украсили объект. Семья Тихоновых озеленяет округ каждый год. Мы вместе с дядями сажаем деревья. Деток нужно приобщать к таким мероприятиям. И тем более сейчас экологическая такая, ну, на планете катастрофа. Нужно заботиться о природе. А как заботиться? Хотя бы маленький вклад каждого ребёнка в посадки одного дерева – это уже огромный плюс. Информационные таблички показывали, как правильно высадить деревья. Земельку туда засыпать. Чуть-чуть прибивают её, да? Чтобы деревце поплотнее находилось там. В нелёгком труде, а саженцы на деле оказались тяжёлыми, Люберчанам помогли сотрудники отдела благоустройства. И чтобы деревья прижились, высадка велась под их внимательным контролем. Должна быть соблюдена определённая технология, определённые правила. Ну, например, корневая шейка не должна закапываться. Определённый вокруг кома, дерева, должен быть расстояние, которое забивается потом землёй. Я сажаю деревья каждый год, чтобы в Люберцах воздух был чистым. 32 площадки по всему городу стали зеленее благодаря управляющей компании ЛГЖТ. Раньше я сажала только сосны, а теперь ещё и кусты. 450 единиц кустарников и деревьев высадили на территории обслуживания Люберецкого треста. Клёны и липы появились там, где просили сами жители. Давайте будем оберегать планету, а для друга на свете нет. Поможешь, папе? Пожалуйста. Семья Каманич, выйдя на прогулку, не смогла остаться равнодушной перед посадкой деревьев. У Арины это первое растение, которое она посадила сама. Чтобы воздух был чище. Нерви, зайчик. Мы же его посадили, чтобы он вырос большим. Во дворе на улице Юбилейной жителям предстояло высадить кустарники. Чепушник, дёрен и пузыреплодник вырастут благодаря неравнодушным жителям, которые озеленяют свой двор постоянно. Чтобы дышать легче было. Чтобы вот эта загрязненная вся природа, она хоть немножко бы уходила куда-то. Чтобы дышать и нашим потомкам было где жить. Вот такая, как мы, когда заселились сюда, вот посадили все эти деревья. Сажаем деревья, чтобы у нас красиво было на 115-м квартале. Обычно Альбина Саидова во время экологической акции сажала сосны в лесу. В этом году на немного отложила свои дела, чтобы озеленить собственный двор. Это очень приятно, что люди выезжают и именно благое дело делают, что города зеленеют, а не строятся какие-то башни, а именно зеленеют. Сотрудники Треста согревали горячим чаем активных горожан, угощали выпечкой. А возглавил посадку деревьев руководитель компании. Мы собирали в течение двух месяцев пожелания, какие виды деревьев, какие сорта. И главное, чтобы жители у нас сами ухаживались, не ломали. Акция не имеет возрастных ограничений. В бою за экологию «Лопаток лопати» встали представители сразу нескольких поколений. Несмотря на свой возраст, воспитанники детского сада номер пять уже впитали азы садоводства. Надо выкопать большую яму, потом взять растение, посадить его и налить воды. Чтобы собирать какие-то фрукты, ягоды. Осталось лишь немного подождать. За полчаса на участке выросло больше десятка плодовых деревьев. Вообще любим с землей работать. И поэтому решили сегодня и солнышко, хотя бы вышли из дома холодно, но ничего. Пришли вот помогать и удовольствие получать от этого. Приятное с полезным совместили и с жителем многоквартирных домов. Молодыми рябинами украсили свой двор жители микрорайона «Птицефабрика». На детской площадке встретились родственники, соседи и друзья. Семья Сильвертовых присоединилась к эко-акции в полном составе. Нужно показывать подрастающему поколению, что мы сами строим не только свой быт, но и посёлок, и место, где мы живём. Теперь из окон томилинцев открывается вид на 15 молодых рябин. Жители посёлка традиционно становятся активными участниками акции. «Мы всё хотели спасать дерево!» Уже не первое дерево сажает второклассник Никита Стеклянников. Второй год он участвует в акции «Наш лес, посади своё дерево». «Я пришёл, чтобы посадить дерево, потому что они мне нравятся. На самом деле мне не очень нравится их садить. Мне нравится закапать или откапывать». На 50 новых деревьев увеличилась аллея от 36-го дома на 3-м почтовом отделении до памятника Трём Иванам. Отдельное внимание – высадки саженцев на территориях школ и детских садов. «Каждое растение проходит проверку своеобразную, чтобы прежде всего было безопасно, чтобы эти деревья не были аллергичными. Поэтому все деревья, которые у нас на территории, они приносят только красоту и пользу». Тридцать ту и восемь фруктовых деревьев появилось во дворе детского сада номер 9. «Сегодня нам помогает не только солнышко посадить наши деревья, но и детские улыбки, детский смех, который, я надеюсь, что поможет тому, чтобы все посаженные деревья принялись, ну и дали свой результат. Кислород». «Любятся! Выше, выше! Выше, выше!» Участок Малаховского лесничества на один день превратился в большую развлекательную площадку. Перед работой участники экологической акции как следует размялись. «Настроение бодрое, солнышко светит, нам погода сегодня подквартила. И мы все ветераны приехали, чтобы посадить лес, оставить след после себя». Экологическая акция стартовала с яркого флешмоба. Сотни молодых активистов выстроились в слово «лес». Получив инвентарь и фирменную экипировку, люберчане приступили к своей главной миссии. Самые активные участники акции – маленькие дети. «Самые лучшие помощники». Для тех, кто сажает дерево впервые, родители проводят мастер-класс. «Прижимай вокруг, немножечко рукой. Вот, нет, его, вот, смели. Вот, 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 вот». А вот Алене Колодиной подсказки не нужны. Второй год подряд девочка вместе с родителями принимает участие в экологической акции. И точно знает, как надо сажать дерево. «Я люблю сажать деревья. И вообще я люблю все сажать». «А сегодня сколько деревьев ты уже посадила?» «Точно не могу сказать, но точно пять, шесть штук, семь, точно». «Какая-то даже гордость и надежда на то, что что-то после нас останется, наша память». В этом году для посадки молодых саженцев сотрудники лесного хозяйства выделили 3,5 гектара земли. На этом лесном участке в 2015 году был посажен лес молодой. Ну, приживаемость была плохая, но поэтому приняли решение совместно с администрацией посадить, в общем, дополнить этот участок молодым лесом. Акция «Наш лес – посади свое дерево» проходит в Московской области с 2014 года. За это время в столичном регионе высажено 14 миллионов деревьев. Городской округ Люберцы ежегодно присоединяется к экологическому проекту и вносит свою лепту в восстановление леса. Очередная акция «Наш лес – посади свое дерево» завершилась. Жители городского округа Люберцы потрудились на славу. Через несколько лет на этом пустом поле появится настоящий лес. Здесь вырастут десятки тысяч новых деревьев. Луиза Игязырян, Анна Троян, Дарья Борисова, Анастасия Юшкевич, Петр Пономаренко, Валерия Абсалямов, Алексей Андреев и Александр Моисеев. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова